Добро пожаловать в Серебряную Лигу, с вами Вайми и предыдущая моя игра не попала на канал потому что она была совершенно наркоманская, а мне противник приехал рабочим, попытался убить моего рабочего, не смог это сделать и вышел. Так что одна моя победа на видео не попала. Вот противник Теран, выше уровнем чем я, так что наверное все будут рады. И я Тос, окей. Тос против Терана, что мне делать? Холосов наверное, что еще можно делать Тосом? Хотя хай-темп луары, по-моему, не сильно хуже, хотя ими сложнее играть. То есть они более, я бы сказал, даже эффективны, чем колоссы, но ими играть сложнее при этом. В принципе, ты поедешь строить пилон на входе. И потом в разведку. Надо его забендить. Окей. И сейчас надо будет делать хронобост. Да. Ну, я знаю, что там Тер. Я не знаю, что он там будет делать, но я знаю, что там Тер. В принципе, возможно, слишком ранняя разведка. Ну, он там будет делать барак, можно попытаться убить его рабочего, хотя это вряд ли прокатит. Особенно учитывая, что мой рабочий очень тупой. Ну, в принципе, я наношу урон. Это еще один суплай. Вот, он неправильно это сделал. Когда вам убивают рабочего на постройке, нужно отправить двоих с базы. Одного из них отправить строить эту постройку, а второго... То есть вам убивают рабочего. Вы берете двоих с ресурсов, отправляете одного на постройку, а того, которого убивают, снимаете с нее. И второго отправляете за вражеским рабочим. Это самый правильный ход действий. И в таком случае вы ничего не потеряете и почти не потеряете времени. Потому что у него сейчас очень долго проставил этот барак недостроенным. В принципе, у меня тоже проставил барак в том плане, что в нем ничего не строилось. Но это... Это мои проблемы, а не его. Надо еще один суплай. Не суплай, а пион. Мне сейчас не хватит на... На варпгейты. Что печально. Хотя нет, почти хватило. Тогда не так уж печально. На сталкера вот не хватит, это тоже печально. Но... Это не так страшно. Можно построить вместо него зелота. Надо больше рабочих, надо больше всего, надо больше... Газа. Надо экспу строить. Возможно, рано. Возможно, стоило бы там... Я не знаю. Второй гейт сначала воткнуть. Но мне не нравится жить без экспо. Жить без экспо очень печально. Так, нет, это не то, что я хотел сделать. Мне нужен газ. Без газа жить тоже очень печально. И мне нужен все-таки второй гейт. Ну, еще одного сталкера. Рано он сейчас не придет, потому что я ему барак задержал. Ну, или если придет, там будет полтора марина. От того, что придет поздно... В любом случае, сейчас ничего особо не сделаешь. В принципе, я хочу попробовать темпуаров. И мне надо бы, наверное, третий гейт. Черт. Вот так. Нет. Вот так. Можно развернуть гейт. Меня просканили. Это мне не нравится. Причем просканили именно экспо. Это мне совсем не нравится. Мне нравится, что здесь рипер не может зайти. То есть, вот здесь он не может зайти, потому что здесь два... Двухэтажный подъем клифф. Он может зайти здесь, он может зайти здесь. Что ему абсолютно не поможет, потому что там мейст-аутеры. Но, с другой стороны, рипер сейчас не настолько крут. Я думаю, мне стоит делать блинг. А не ноги. Я как-то больше иду в сталкеров. Поскольку не хватает ресурсов, нужно построить центрю. Нужно отправить зелота на башню. Зелота. И стоит сделать... Атаку первую. И у меня кончились хронобусты. Это хорошо, на самом деле. Это значит, что я их трачу, и они у меня не простаивают. Когда что-то кончается в Старкрафте, это хорошо. Это довольно странная логика, но... Ну, кроме... Кроме лимита. Когда лимит кончается, это плохо. Но когда кончаются ресурсы, мана, хронобусты... И это всегда хорошо. Тоже плохо, когда кончаются юниты, но это... Наверное, понятно. Поставлю фотонку... Нет, не поставлю. Она нафиг не нужна. Буст сюда, буст туда. Еще один буст сюда. О, что-то пришло. Банша? Нет, дроп. Пробки, убегайте. Никуда ты не денешься. Пробки, прибегайте. Ну, в таком случае я поставлю здесь пару фотонок. Именно здесь, на рабах. В принципе, он, по-моему, ничего особенно не убил. Двух, по-моему, я потерял. Не, четырех. Может быть. По-моему, у меня двадцать с чем-то было. Так, нет. Этого я случайно сюда отправил. Мне нужно забинить всю армию на какую-нибудь одну кнопку, потому что это делает все сильно удобнее. Есть у меня блинк? Да, у меня есть блинк. И поставим... Архивы. И поставим пушку. С пушкой все веселее. С газом все тоже веселее, так что газ тоже нужно поставить. И рабов тоже нужно поставить. И, наверное, экспу. И вот на экспу уже может быть пушку. И, наверное, еще пару гейтов мне не помешает. Пока что один. Потому что мне сейчас нужно шторм будет заказывать, на который нифига нет газа. Мне сейчас нужно будет войска еще делать. Мне сейчас нужно будет рабочих еще делать. Еще один скан. Который на этот раз не увидел моей новой экспы. И просто увидел армию. Ну, пусть он думает, что я не делаю... Не делаю вот этих... Саутеров. Да, газа совсем не хватает. Что-то идет. Идет куча пехоты, идет три танка. Блин, да сделайся ты уже апгрейд. Я думаю, я отобьюсь. Особенно, если достроятся пушки. У меня, по-моему, сталкеров больше, чем у его пехоты. А, банча еще. Вот это плохо. Отмена. У меня нет обзов. У меня нет пилонов. Убить танки. Убить все остальное. Банч у него, похоже, без невидимости. Надо бы ее отфокусить. Потому что она там больше урона наносит, чем все остальное. Но экспу он меня отменил. Это плохо. Но, с другой стороны, я отбился. Это хорошо. А экспу я новую могу поставить. Наконец-то два темпуара появились. Их надо бы держать в отдельном ходке. Так же надо бы отправить делу-то на башню снова. И так же надо бы поставить роботикс и сделать обзыв. Потому что если есть банча, значит скоро появится невидимость на них. А невидимые баньши это хреново. Еще одну базу стоит воткнуть. Потому что мне не хватает газа. То есть... Я их втыкаю не потому, что... Мне нечего делать. А потому что у меня именно проблемы с газом. Ну и по сути, мне эту отменили. Если бы мне ее не убили, у меня не было бы таких проблем с газом. Так что мне не пришлось бы ставить еще одну. В принципе, я зря... Зря я так. Надо было сразу пилон там ставить. И мне нужно еще пару гейтов. Я забыл нажать shift. Сюда пилон. В принципе, можно сделать и ноги. Можно сделать и обза. Здесь с рабочими хорошо. Тогда все сюда. Опять же, можно... Можно было бы хронобуст через пробел делать, но... Мне лень. С хронобустом это работает чуть-чуть хуже. Потому что его не всегда нужно делать на Нексусы. Да, и надо бы его сделать... Сюда и сюда. И броню здесь. И в принципе, наверное, даже еще пару гейтов. Где-то так. Потому что у меня еще базы появляются. Много гейтов не бывает. Еще обзы. Газ. Туда тоже надо газ. Рабочих. По-моему... Нет, по-моему, все нормально получилось. Ладно. Мне сначала показалось, что у меня не скастовалось. Нифига. Ладно, я потеряю этого обза, потому что я его просто через мул послал через все точки. Но это не страшно. Все, дальше всех рабочих туда. Я не успел заметить, что там было. Но у меня есть армия. Черт, мне нужно убрать этих хайтемпуаров из армии. Блин, они застряли посреди армии. Ну, в принципе, там и без них все нормально. Конечно, с ними было бы лучше. Если бы они кинули штормы. Но и без них все нормально. И, пожалуй, я уже пойду в атаку. Пилон туда. Рабочих туда. Отсюда рабочих туда. Что там? Окей. Есть здесь база? Может быть. Да, есть. Ну, теперь не будет. Ну, окей. Да. То есть, опять же, вот противник сейчас был выше уровнем, чем я. Но ему это не сильно помогло. Даже с учетом того, что я в основном какую-то хрень делал. То есть, если бы у него были банши невидимые изначально, то он бы очень-очень сильно мне навредил. В самой первой атаке. Но у него не было невидимости. Или он ее просто забыл включить, не знаю. Ну, здесь стандартно. Здесь я пришел с четвертого раза, попал по его рабочему. Убил его после этого. Сколько у него еще? Еще несколько секунд у него не строился дейт. То есть, он начал дозакрывать стенку вместо того, чтобы достраивать не дейт, а барак. В принципе, правильная мысль. Но стоило бы начать его строить и потом сразу же перестать. То есть, не отменить, а просто перестать его строить и достроить потом. Факторка с тремя гелионами. Вот этот вот дроп, который тоже ничего не убил практически. Сейчас посмотрим, что он сделает. В принципе, я рано это открыл. Почему три гелиона? Опять же, непонятно. То есть, дропшип влезает четыре. Вот он полетел. Как было? Альт-Т? Нет. Альт-Т это не то. Контрол-Т? Нет, это тоже не то. Ладно, я не помню, как было. Ай. Нет, это я не то сделал. Блин. Ну ладно, я могу тогда так пропустить. Контрол-Е запускает реплей сначала. Будем знать. Он убил четырех рабочих. Тремя гелионами. Хм. Ну, да. Хм. Вот это вот атака. Которая тоже как-то криво пришла. В принципе... В принципе, я хочу посмотреть, насколько она криво пришла. Это я уже отбился. Это я тоже уже отбился. Блин, по-моему, быстрее было бы так отткнуть. Ну ладно. Вот она атака. У него 0-0. Три танка. Ну, 20 маринов может быть. Я, в принципе, могу посмотреть в армии, если я вспомню, как она включается. Ладно, неважно. Ну, здесь я просто отфокусил танки. И дальше пехота мне ничего не может сделать, потому что сталкеры намного круче пехоты. Банча без невидимости. И эта невидимость даже не делается. Сделаю, если она у него когда-нибудь. Потому что с ней он мог бы... Ну, в принципе, после этого он уже не мог бы, потому что у меня топзы уже появились через какое-то очень короткое время. Но с невидимостью он мог бы хотя бы часть рабочих убить здесь. Всех, наверное, рабочих убить здесь. Ну или сколько он успеет до того, как у меня построятся фотонки. Нет, невидимости у него не было до конца игры. Ну и, по сути, у него вроде бы экспо появилось позже. У него нет орбиталки на ней. То есть я по макро просто выигрываю. Ладно, по сути, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok